Об устройство дворовых территорий работа комплексная. Кроме установки самих игровых и спортивных комплексов, учитывается безопасность их покрытия, освещение, наличие в пешей доступности скамеек, урн и парковочных мест, а также счетов нашей Подмосковья с актуальной для жителей информацией. Это одна из десяти площадок, которых мы в этом году привели в соответствие с требованиями закона благоустройства Московской области. Три года подряд в программу губернатора Московской области по строительству новых детских и спортивных площадок на территории Московской области. В частности, в прошлом году в 62-й больнице за счет средств бюджета области была построена хорошая современная детская площадка. В этом году построена спортивная площадка с уличными тренажерами. На следующий год мы также попали в заявку по селу Петрово-Дальнее. Работы по благоустройству дворов проводятся за счет бюджетов области и муниципалитета. Подводя предварительные итоги, глава поселения Олег Синицын отмечает, из поставленных губернатором задач по выполнению 10% от общих работ выполнить удалось больше. Мы выполнили 15% от имеющихся у нас площадок. Но это скорее связано с тем, что программа благоустройства у нас работает уже четвертый год на территории поселения. И мы, в общем-то, процентов на, наверное, 70-80 были готовы к реализации этих задач. Потому, в общем-то, у нас и получилось без особых усилий перевыполнить те требования, которые к нам предъявлялись. В работе по благоустройству населенных пунктов в Ильинском стараются учесть и пожелания, поступающие от жителей. Поэтому эта работа еще и с индивидуальным подходом. Здоровый теле, здоровый дух. Так что стремимся к тому, чтобы у нас все соответствовало. И наши жители получали от нахождения на этих площадках только положительные эмоции. Совместными усилиями муниципалитета, поселения, администрации района и правительства области, в общем-то, облик наших населенных пунктов, он, конечно же, меняется, преображается в лучшую сторону. Татьяна Антышева, Максим Мельников, Марьяна Быстрова, КРТВ.